привет всем любопытным наконец еле себя заставил более чем через два месяца снова выйти в эфир расскажу про некоторые дополнительные мелочи по изготовлению комбиозонатора и разработанную мною уникальную методику избавления от полипов которые могут быть носовых пазухах ну или некоторых других хронических заболеваниях там же но прежде чем начать снова повторю как и предыдущих выпусках настоятельно прошу немедленно отписаться и покинуть мой канал орков которые поддерживают войну и убийство людей вас тут быть не должно вашими бесполезными душами уже занимается небесная канцелярия и дальнейшая судьба предначертано я же пытаюсь дать шанс тем кто не продал душу и думает о спасении цивилизации которая как я уже вам говорю более двух лет с нарастающей скоростью летит пропасть в прошлых выпусках упустил некоторые мелочи примеру как без особых телодвижений определить насколько эффективно работает озонатор многие спрашивали как определить достаточность то есть критерий некой мощности должен быть не сильный но заметный поток все это можно замерить или вот таким простейшим устройством когда видно все шевелится у вас вот все они дышат довольно не слабо относительно вот поток воздуха такой относительный вы можете это доверите так можете проверить и вот так то есть ощущение потока воздуха идет этого достаточно не надо стремиться большой мощности можете поднести к уху и тоже так вот такими движениями почувствовать что у вас там что-то дышит в ухо этого достаточно опять же можно другим способом определить например замерить ток потребления он должен быть в пределах где-то от 180 до 220 миллиампер делается очень просто вот пожалуйста у меня тут 210 миллиампер значит если вы собрали у вас немножко недостаточно где-то 150 170 миллиампер это чуть-чуть маловато хотя достаточно и этого можете поднять немножко с теми с тремя четырьмя витками можете последовать на средний резистор нибудь 100 200 он надо подбирать примерно около 200 он или применить три филярный здесь то у меня именно квадрофиляр из четырех около шести метров а можете как я вот делаю на три филяре вот по такому принципу ну вы не раз видели знаете почему не надо поднимать мощность дело в том что одно у вас сразу начнутся проблемы если вы допустите 250 300 миллиампер это можно поднять например не 5 вольт дать опять с половиной ну или применить вот такие модули когда уж вам очень хочется с мощностью поиграться на 31 10 или выше 10 а вот это на 88 71 так вот если будет значительно больше мощность точнее более 200 20 250 миллиампер у вас начнутся проблемы с прострелами вам уже тогда надо будет турбину делать более широкую и глубина должна быть больше здесь обязательно все надо изолировать вот сейчас здесь можно было вообще ничего не изолировать вот я сюда заливаю немножко вот на выходные вот на 3-4 диода и несколько инициаторов я все-таки их заливаю чтобы все-таки тут уже могут простреливать но обычно даже не обязательно этого делать но при повышенной влажности могут быть и прострелы поэтому не стоит гнаться за мощностью этого достаточно вот не сильный ветер опять же проблема еще может быть том если вы слишком сильно вы на самом деле можете переусердствовать слишком большую дозу давать ну а бочка начнется какая-то я потом объясню вот и например когда вы задуваете в нос соответственно у вас кожа на носу будет шелушиться еще как я заметил хотя я уже об этом говорил когда-то иногда делают очень толстое кольцо внутри вот это которое вставлено не надо его делать очень толстым оно должно быть ну где-то 0,1 0,2 ну в крайнем случае 0,3 миллиметра толщиной ну и вот высотой пару миллиметров этого достаточно чтобы оно постепенно не разрушилась все таки здесь довольно таки поток мощный идет и окисление какое-то идет потому что чем больше металла будет вокруг тем более внутри этого тора тем кпд у него будет ниже то есть вот этот металл он берет на себя определенную часть энергии и соответственно гасится вот к примеру и опять же про те же элементы вот аккумуляторы умножители старайтесь тут все таки их устанавливать так чтобы был зазор между тором и этими элементами потому что они тоже понемножку забирают энергию чем они будут ближе тем значит будет больше забирать чтобы было оптимально делайте ну 1-2 сантиметра в этих пределах этого достаточно опять же еще существует такая проблема я о ней тоже когда-то рассказывал но вот все таки потребители забывают об этом и говорят вот пользуемся пользуемся через некоторое время эффективность падает явный поток потому что забивается кольцо вот это которое внутри ветер идет постоянно а так как там все таки высокое напряжение и вся пыль абсолютно что здесь проталкивается вот поток воздуха он оседает на этом кольце поэтому берете вот что-то вроде такого ватного тампона для ушей слегка смачиваете водой чисто чуть-чуть смочить и очищаете даже как и иголку кончик да еще там по иголке некоторые стремятся там что-то чтобы обязательно на кончике иглы было какое-то свечение нет этого не обязательно абсолютно оно не нужно это уже когда идет свечение да мощность довольно приличная но это уже крайний случай сильно заваливает мощность чтобы она тут прямо искрила у вас опять же надо смотреть что достаточно 5-6 миллиметров вот искра вы проверяете например на искру вот систему должно быть где-то 5-6 миллиметров больше опять же не надо вот то что я вам все показывал эти вот когда-то опыты вот на таких модулях ну конечно это я показывал возможную мощность на что это все способно но здесь это не не имеет значения необходимости в этом нет по частотам опять же от 250 до 400 свободно любая частота тоже не имеет значения принципиально тем более если вы пользуетесь только как озонатором правда если вы все-таки вот стараетесь еще это комбинировать так как все же здесь же тор который подходит к вихревой медицине соответственно можете вместо обычного тора и пользоваться там где-то прикладывать там туда-сюда вот и соответственно вот обратной стороной желательно ну можно этой стороной просто здесь поток идет озоновый вот и пользоваться куда-то прикладывает тогда иногда может частота что-то там решать но это вы должны знать уже сами а так в принципе хоть от 200 хоть до 500 кГц не имеет значения запаса этого модуля хватает у него так как это усилитель класса D у него дискредитация до двух с половиной мегагерца поэтому запаса тут хватает для него он может работать хоть до мегагерца свободно и вот еще такое мне тоже пишут обращается вот так и так сделал собрал не работает и все что мы с ним делать с такой подробной информацией ну или в крайнем случае напишут сделал собрал включил что-то работает что-то не работает потребление 50 миллиампер что мне дальше с этим делать я что к вам съезжу и найду причину я уже сколько раз повторял и говорил что если вы собрали все правильно работает сразу никаких проблем быть не должно если вы все собрали правильно значит ищите если у вас не работает значит ищите что вы сделали неправильно а чаще всего вот с этими умножителями тут экспериментируют ерунду всякую сюда вставляют паяют и вот с мощностями начинает играться у них все горит все простреливает конечно не будет работать или каратит то есть вы где-то что-то там закоротили где-то у вас какой-то диод неправильно поставили конденсаторы может какие-то левые и конечно у вас не будет работать а проверить просто отключили умножители и смотрите если у вас торт излучает вот сейчас вот пожалуйста значит все работает проблема в умножителе ищите искру а теперь о главном расскажу вам о методике избавления от очень неприятной заразы которая может прорасти в носовых пазухах или других внутренних полых частях вашего тела эту напасть называют полипами или в медицинских терминах полипозный риноссинусид продолжу тему вроде как издалека но надеюсь вы быстро схватите суть так вот есть такие грибы паразиты называются тортовики их великое множество растут на поверхности различных деревьев и питаются от них их споры попадают в складки коры деревьев и если есть благоприятные условия то есть дерево не смогло противостоять внедрению или было в этом месте повреждено то споры прорастают и создают некую грибоидную структуру питаясь ресурсами самого дерева но для размножения и неких воздушно-солнечных процедур им требуется вывести вот такие плодоножки наружу и сколько их с поверхности не убирай через некоторое время снова место зарастет грибами как результат если дерево допустило внедриться в ствол подобному паразиту то избавиться уже не сможет можно привести в пример другого паразита клеща все же знают он добирается до поверхности кожи и пробуривается под нее оставляя на поверхности только мешок и удалить его сложно но можно к примеру капают на него масло или еще чего другое он перестает дышать и ослабляет свои внедренные части тела его осторожно выкручивают из-под кожи и удаляют с тортовиками все гораздо труднее так как бывает легче загубить дерево нежели избавить его от грибовидного паразита так как проникает он очень глубоко такая же проблема с избавлением от полипов кстати специально обученные люди белоснежных бизнес халатах вам вероятно расскажут несколько версий от происхождения полипов одна из основных теорий да да теорий гласит что подобные образования в организме человека вызываются аномальным состоянием внутренней поверхности спровоцированные например хронической аллергии или другими вариантами хронических процессов происходящих на слизистых поверхностях то есть из-за некой хроники происходит изменение биологической структуры и как результат у вас в носу прорастают каплевидные грозди причем полипы бывает не только носовых пазухах но и в других полостях например желудок или кишечник и гениальные врачеватели до сих пор уже много столетий выдвигает новые теории о происхождении подобной патологии в общем тупо гений не в курсе вероятно поэтому у них до сих пор основным лечением остается хирургическое удаление подобных наростов насколько это садистская процедура вероятно не менявшиеся веками лучше подробно не рассказывать когда при помощи различных изощренных хирургических инструментов вам кромсают и вырезает всю особо чувствительную и нежную внутреннюю поверхность ничего другого до сих пор не придумали ну разве что лазером иногда выжигают но это такой же дикий трэш не рассказывали бедолаги как над ними измываются добрые садисты у людей слезы на глазах от воспоминаний мало того ладно бы один раз потерпели и забыли как страшный сон но нет зараза возвращается из года в год а со временем чаще и чаще что бывает приходится ложиться на операцию каждые полгода и именно такие безнадёги мне достались на испытания которых насиловали уже меньше чем через каждые 6 месяцев более 5-8 раз около 3 лет я пытался что-либо с ними сделать еще до того как занялся озонаторами вихревая энергия давала результаты но в виде облегчения и замедления роста к тому же заставить регулярно пользоваться торами и гибридами всегда сложно так как все на добровольных началах им стало немного легче и тут же забыли что не стоит останавливаться но главная проблема была в официальном подходе к подобному диагнозу не знаю как в других странах но у нас так если выявили полипы то ставят на постоянный учет поликлиники понимая что максимум через полгода год придется делать операцию а это надо ставить на очередь регулярные наблюдения анализы в общем как это укувят все птички кирдык как результат постановка на учет мера принудительная вам назначают определенные дни приема осмотров и самой операции все это как бы бесплатно и больничный выписывают но стоит хоть раз отказаться по некой причине и вас снимают с наблюдения и в случае следующего обращения вы переходите на платное обслуживание люди это сильно пугает поэтому мне было очень сложно уговорить пациентов плюнуть на этих коновалов еще сложнее было уговорить поучаствовать в экспериментах некоторые даже если соглашались все равно контактировали с поликлиниками и при явном успехе при моей помощи в назначенное время шли на операцию так как отказываться не решались а после подобного живодерства у них были такие последствия что все силы и эксперименты уходили на их устранение после чего последствия обнулялись на некоторое время зараза исчезала и пациенты тут же забывали о прошлой беде несколько месяцев радовались жизни а после снова все шло по кругу тем не менее мне удалось переломать ход событий и вывести правильный алгоритм избавления от полипов особенно когда понял что же это за проблема перед тем как огласить рецепт уничтожения монстра я немного объясню с чем на самом деле мы имеем дело под медицинским названием полипозный риносинусид на самом деле это очередной из многочисленных популяций грибковых заражений в руке тортовиков которыми буквально пронизано все живое и уже мертвевшие и даже камни споры самой различной плесени находятся на нас и в нас что-то паразитирует у нас прямо с рождения что-то находится в анабиозе и ждется его звездного часа что-то накапливается годами когда наша иммунная система достаточно ослабнет и откроет широкие ворота на внедрение но чаще всего грибковая зараза пробуждается в период неких хронических проблем в нашем случае это затяжные простуды аллергические реакции или физическое повреждение надеюсь многие из вас понимают что почти все медицинские заморочки якобы лечение простуды и аллергии есть не что иное как тупое гашение симптомов проблем а не их устранение все это ведет к благоприятному пробуждению вероятно давно засеянной спорами различных грибков внутренней поверхности носовых пазух споры определенной плесени начинают прорастать на воспаленной поверхности образуется небольшой нарост левой или правой пазухи носа увеличиваясь до размеров вишни он старается перекрыть эту пазуху чтобы вы не смогли через нее дышать так как для благоприятного выращивания плодоножек должна быть создана влажная и теплая среда во внутренней полости и в то же время был свободный доступ к воздуху но самое главное и коварное чтобы хорошо питаться нашими ресурсами еще пока маленький плесневидный спрут отращивает огромные и очень длинные корни щупальца причем он не просто прорастает мягкой и нежной но воспаленной плоти так как организм будет к этому относиться очень болезненно и всячески стараться отторгать чужеродное внедрение на самом деле корни проникает в дренажную систему которая в изобилии пронизывает структуру ткани лица затрагивая глазные впадины ушные раковины по капиллярным сосудам доставляют различные смазочные жидкости и выделения для глазных впадин выделяется смазка для глазных яблок в ушных проходах некая пастообразная защита на запаховых рецепторах в пазухах носа происходит увлажнение как и в полости рта в случае проблем с глазами или дыхательных путей выделяется многочисленная жидкость и слизь вот по этой дренажной системе которая объединена между собой по лицевым тканям корни прорастает аж до глазных впадин и ушных проходов то есть могут составлять длину до восьми двенадцати сантиметров почему я вам так подробно объясняю физику процесса жизнедеятельности паразита важно здесь то что именно из-за особенности его прорастания и выживаемости все хирургические удаления полипов просто бесполезны как бы тщательно садисты не вырезали плодоножки и даже само тело паразита вместе с живыми внутренними тканями но корни остаются в дренажной лицевой системе и всего через пару месяцев гарантированно на благоприятной свежей восстановленной поверхности изрезанной плоти паразитирующее существо являясь элитным сорняком снова выберет для себя очередное посадочное место и еще с большим усердием будет вытягивать свои корни где снова перекроет пазуху для приятной жизнедеятельности и самый главный ужас состоит в том что коновалы вырезая живые тонкие и чувствительные ткани оголяет костную ткань в которую щупальца просто вгрызаются и уже никакие традиционные методы не смогут выковырять оттуда эти корешки так как защитные функции организма еще как-то могут противостоять чужеродному внедрению в мягких тканях но в костных уже совсем бессильны поэтому агрессивность и обновление прорастания становится более интенсивной вымучивая жертву до нервного срыва нереально не раз приходилось психологически успокаивать пациентов от перспективной безнадежности когда после очередной операции они понимали что следующие хирургические пытки не за горами и осознание доводило до истерики то что я вам объясняю жизнедеятельность паразитирующего существа основано на тщательных наблюдениях за подопытными и многочисленными показателями самого процесса подтвержденные множество раз на этих практических наблюдениях при постановке различных экспериментов я наконец вывел идеальную методику гарантированного уничтожения патологии при этом стерилизуя и уничтожая другие возможные угрозы и проблемы попутно их уничтожая и наконец описание метода избавлением конечно в первую очередь вам понадобится комбиозонатор подобие которого я многократно описывал в предыдущих выпусках или делаете сами или приобретаете у изготовителей во вторую очередь следует набраться терпения и упорства в третьих не поддаваться панике и страху очень скоро поймете всю интригу в отличие от процедур профилактики заражение через дыхательные пути описанные мною в рекомендованном видео вам не нужно будет глубоко душать через комбиозонатор наоборот желательно лечь на кровати направить струю озона прямо в ноздри можно сидя или стоя но эффективность резко уменьшится так как сам озон тяжелее воздуха то направляя струю вверх большая его часть просто не достигнет необходимого процесса так что лучше лечь если заложен весь нос то равномерно вдуваете в обе ноздри если заложена одна то закрываете пальцем ту через которую можете дышать и направив в заложенную стараетесь струей пробить на возобновление дыхания вот только если ноздрю пробило то не следует дышать глубоко а должно быть поверхностное дыхание то есть настолько легкое чтобы было минимальное прохождение озоновой смеси дальше за пазуху носа так что если вам не будет хватать воздуха то помогаете дышать ртом таким образом мы достигнем максимального орошения озоном поверхности внутренней проблемной части носа и главные условия обрабатывать следует от получаса до часа в день таких процедур требуется около трех поэтому терпение и еще раз терпение буквально к вечеру или на следующий день у вас наверняка воспалится сам нос как снаружи так и внутри вероятнее всего напухнет с той стороны где находится тело полипа и очень вероятно нос посинеет словно вам встретился дверной косяк все это результат на истеричное поведение спрута который частью своего тела врос во внутреннюю стенку пазухи носа его корневая система до которой проник озон пытается интенсивно реагировать и вырваться из дренажной системы лица защита вашего организма реагирует на проявление особой активности и выделяет защитные ресурсы как при травмах из-за этого кроме имитации синего шнобеля у вас наверняка проявятся обширные синяки под глазами возможно прямо под двумя как я уже рассказал ранее хищник проращивает свои щупальца по капиллярам до глазных впадин и ушей а в основном этот дренаж проходит под веками поэтому агония спрута вызывает массовое отторжение чужеродного тела который наконец-то замечает иммунная система до этого паразит очень медленно проращивал корешки выделяя анестезию и система защиты его не замечала конечно я вам скажу зрелище неприглядное как минимум на несколько дней решившись на процедуру избавления от приросшего хищника вам желательно уединиться чтобы знакомые не домогались с распростами кто же тебя так избил но уверяю под действием азона и вихревой энергии поверхность лица за пару дней придет в норму ну может будут еще некие легкие проявления так вот примерно на второй день произойдет агония грибкового спрута что вызовет обширную имитацию травмированных поверхностей снаружи при этом место соприкосновения паразита и внутренней поверхности носовых пазух сросшиеся в единое целое начнет отслаиваться вместе с корнями отделяемое тело опухолевые сновы будет разделяться на фракции и в виде кровавых сгустков начнет выводиться из носа то есть будет некоторое кровотечение естественно все это надо будет вычищать из пазух по мере необходимости при помощи холодной воды но ни в коем случае не теплой и тем более горячей вообще в вашей практике даже когда нет проблем с внутренней частью носа его следует регулярно промывать холодной водой для укрепления иммунитета и очищения от накопившейся слизи выделяемая слизь в носовых пазухах предназначена для сборки с поверхности рецепторов и других частей попавших туда пыльцы споров различной пыли патогенов весь этот мусор прилипает к ней и затвердевает и мы уже после всю эту заразу выковыриваем или вымываем холодная вода необходима чтобы патогены не пытались активничать при выходе изгустки не успевали раствориться чтобы промыть пазухи совсем не обязательно втягивать воду ноздрями в больших количествах и тем более ее проглатывать надо всего-навсего в ладошку зачерпнуть воды и поднести к носу и буквально чуть-чуть смочить внутреннюю поверхность и так несколько раз в нашем случае со спрутом промывать нос следует по мере активного отслоения частей его основы вероятно к концу второго дня или начале третьего вы почувствуете что основное тело размера вишни или крупной горошины стало болтаться внутри но однозначно вымыть его вы не сможете так как входные отверстия носа значительно меньше и тут понадобится все ваше самообладание следует взять какой-либо пинцет с плоскими концами практика показала что неплохо подходят щипчики для выщипывания волос на бровях захватываете пинцетом полумертвое тело хищника и усиленно вытягиваете наружу особых проблем при этом не будет просто сам процесс визуально шокирующий но я вас предупредил реально это существо похоже на спортом после подобного хирургического вмешательства не стоит пускаться в пляс и праздновать победу тут далеко еще не конец в течение недели после этого надо будет ежедневно хотя бы по два раза в день и по полчаса задувать озоном все ту же внутреннюю поверхность делать надо категорически обязательно иначе ваши мучения вернутся опять как я вам уже описывал корни патогена пронизали множество протоков и капилляров плоти лица вытащив основное тело вы только удалили активную фазу его существования и способность выращивать плодоножки как любому сорняку на грядке ему достаточно малой части корешка затаившегося в капиллярах чтобы через длительное время возродиться вновь если же вы будете продолжать задувать озон то он растворяясь на влажной поверхности и проникая во внутренние слои будет угнетающе действовать на оставшиеся корни защита вашего организма будет добивать остатки своими средствами выдавливая из дренажной системы омертвевшие ткани следующие несколько недель переходите на облегченные процедуры дышим один раз в день от 10 до 20 минут всего желательно проводить профилактику от месяца до двух и более когда наконец закончите эпопею старайтесь внимательно следить за состоянием внутренней поверхности малейшие подозрения и обязательно воспользуйтесь озонатором так как если упустите момент и вдруг почувствуете внутри хотя бы небольшой нарост даже с горошину все вышеописанное придется повторить заново так как тело хищника сформировалось и длинные щупальца уже протянуты по основным внутренним каналам поэтому лучше несколько месяцев делайте профилактические процедуры это всегда полезно и будет постоянно поддерживать вашу дыхательную систему в нужном тонусе еще раз повторюсь то что я вам описал реально происходило под моим контролем все стадии я корректировал и настаивал на исполнение ужасно было все воспринимать только первые разы последующим было даже забавно и пациентам тоже и последнее я вам неоднократно говорил и доказывал что использование смеси озона в исполнении комбиозонатора по системе разработанной более двух лет назад командой Дендорфа и моего скромного вклада через год является абсолютно безопасным средством от многочисленных респираторных заболеваний в том числе обладает особо эффективным оружием против коварного патогена в виде плесени и грибовидных структур и на это устройство подавалась заявка на патент ровно год назад а полгода назад была подтверждена так как устройство относится к медицинской технике то проводилась обязательно медицинская экспертиза на безопасное использование это для того чтобы дятлы из джунглей понимали всю значимость ситуации кстати по поводу патентов принципы вероятно мало кто знает что у Николы Тесла тоже был патент на использование озона в лечебных целях но мы живем в жестоком мире где эффективность лечения меньше всего интересует бизнес-фарму поэтому все эффективное замалчивается так как невыгодно ну вы же знаете что надо делать ладно всем пока в ближайшее время объявлю стрим готовьтесь субтитры и субтитры субтитры